Моторола убит. Сейчас идет активная дискуссия о том, кто же это сделал, украинские спецслужбы или убили свои же. На самом деле это не так важно, поскольку главное, что ликвидирован террорист, за плечами которого десятки убитых людей. Интересно, что 9 марта 2015 года я публиковал ролик, где в точности предсказал судьбу Моторолы. Война будет продолжаться до тех пор, пока Путину это не надоест. И что касается россиян, вы прекрасно понимаете, что в этой войне гибнут ваши люди, ваши граждане. Ведь очень много граждан России погибло ради того, чтобы Путин сохранил свою власть. Вам это надо? Ну давайте, давайте будем воевать, давайте будем дальше развивать этот конфликт. Понимаете, те люди, вот эти вот там Моторолы, вот эти вот все Гиви, это прочая шваль, клоуны, которые были просто назначены и просто ведут информационную, как сказать, пропаганду там на Ютубе. Сами из себя они ничего не представляют. Они созданы для того, чтобы просто для телевидения, для Ютуба была картинка. Вот давайте вспомним, помните были такие Стрелковы, Бабаи, где они сейчас? Где эти все Стрелковы? Почему о них никто не говорит? Почему такие великие полководцы куда-то пропали? Ну потому что Путин и путинская власть тасуют вот этих клоунов, которые выступают, должны выступать по телевидению. Вот на доезд, допустим, там Путину этот Моторолы или там, как его, Гиви, да их убьют завтра. Не будет их. Это все марионек. Под этим видеороликом я получил множество оскорблений. Очередной эксперт, пиздящий с регистратором, кукарекала на уровне кухонного трепа. Да он укуренный, повторяет заученные с телевизора слова и даже не пытается понять их смысл и правдивость. Бред такой несет, что я в шоке от его тупизны. Пиздобол, хитрожопый. Кто же оказался пиздоболом или человеком, который предсказал судьбу Моторолы, мы видим на данный момент. Вместе с тем, мне не совсем понятно, почему Моторолу называют ополченцем. Он гражданин Российской Федерации, работал автомойщиком в Ростове-на-Дону. Какой же он ополченец? Я еще понимаю, когда ополченцами называют местных жителей Донбасса, которые восстали против властей. А против чего восстал Моторола? Он жил в России, и если он ополченец, значит он должен ополчаться против российских властей. Я так понимаю. На самом деле, из числа российских террористов, которые приехали на Донбасс убивать граждан Украины, выбрали самого жестокого, одних из самых жестоких, и назначили его почетным клоуном на телевидении. Раскрутили в СМИ, вот смотрите какой полководец, он захватывает города, освобождает от украинских властей, побеждает всю украинскую армию, которая в десятки раз больше того так называемого ополчения. И people have it, все в это верят. Вместе с тем, убийство Моторолы никак не повлияет на военную ситуацию на фронте, поскольку фактически Моторола ничем не руководил это кукольный персонаж для телевидения. В реальности же всеми боевыми действиями управляют профессиональные российские военные, которые, как пушечное мясо, отправляют на фронт таких вот, как Моторола и ему подобных. Интересно, как резко задергался лидер ДНР Александр Захарченко, и он начал уже угрожать по телевидению семьям военнослужащих Украины. Все офицеры, подполковники, майоры, которые действуют на нашей территории, все ваши агенты, семьи, сегодняшнего дня находятся вне закона. Не только здесь, а еще в Житомире, в Киеве, в Харькове, в Днепропетровске. И еще скажу, когда мы придем к вам домой, никакой пощады вам не будет, поверьте. Когда я называл ДНР террористами, мне говорили, что это неправда, весь мир не считает ДНР террористами, это их считает только в Украине, а весь мир считает их ополченцами. Теперь мы видим, что главарь ДНР говорит о том, что его люди будут ходить по городам Украины, в Киеве, Житомире, заходить в квартиры военнослужащих, и не будет пощады семьям военнослужащих. То есть будут убивать женщин и детей. Интересная получается война, то есть война против женщин и детей на мирной территории. То есть получается это как? Захарченко не террорист? Или вы можете сказать, что если какой-нибудь лидер ИГИЛа скажет, что он будет ходить по квартирам семьям военнослужащих США в Нью-Йорке и Вашингтоне, и после этого не будет террористом? Конечно же будет. И вот этими словами Захарченко в очередной раз подтвердил, что ДНР является террористической организацией, а не какими-то там шахтерами и таксистами, которые бедненькие и несчастные восстали, поскольку им запретили говорить на русском языке. Страх Захарченко объясняется просто, ведь он прекрасно понимает, что он следующий, как и следующий Гиви, дружбан, так называемого Моторолы. А какую судьбу они себе видели через 5-10 лет? Государственными деятелями? Нет, конечно. И у этих людей очень яркая, но короткая жизнь. Их поматросили и бросили. Все эти товарищи будут ликвидированы, поскольку они не нужны больше Российской Федерации. Вместе с тем российские пропагандисты сейчас делают печальное лицо. Вот убили нашего такого моторольчика, бедненького несчастного. И вот такие вот злобные украинцы радуются. Не стоит радоваться. Вот вы такие звери. Но я хочу вам сказать, что после моих видеосюжетов о Балавайском котле, который я публиковал на Ютубе в комментариях, я видел сотни, даже около тысячи комментариев от россиян. Ну, с таким вот контекстом, так вам хохлы и надо. Классно мы вас поджарили. Классно, сколько много трупов. Неужели вы думаете, что после таких комментариев граждане Украины будут сочувствовать тому, что погиб российский террорист? Конечно же нет. Вы будете получать абсолютно то же, что вы высказывали людям, в том числе гражданам Украины. Как я уже сказал, я исповедую политику глаз за глаз, зуб за зуб. Если вы испытываете ко мне агрессию и меня оскорбляете и ненавидите, я буду аналогичным образом ненавидеть вас и также вас оскорблять. Чтобы вы чувствовали то же самое неприятное ощущение, что чувствую я как гражданин Украины. Я абсолютно не радуюсь убийства Моторолы в данной ситуации. Наоборот, я сожалею. А сожалею потому, что этот человек должен был мучиться. Убийство это слишком простая для него участь. Он умер и все, дальше он ничего не испытывает. Этот человек должен был страдать очень сильно за свои преступления. Потому, я думаю, что украинским властям нужно поторопиться. Поскольку, если они будут дальше ничего не делать, то всех этих товарищей просто убьют российские спецслужбы. И мы не сможем их привлечь к ответственности.